Первенство подзюдо во дворце спорта «Видное» – это отличная возможность собраться вместе любителям этого вида спорта, а заодно почтить память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга. Именно им посвящено сегодняшнее мероприятие. Традиционный турнир проходит в «Видном» уже в шестой раз и собирает юных дзюдоистов не только из Москвы и Московской области, но и из других уголков России. Соревнования проводятся при поддержке УМВД по Ленинскому городскому округу. Он соответствует всех в очередной раз на нашей гостеприимной «Видномской земле». Сегодня, в столь непростое время, соревнования, посвященные погибшим сотрудникам органов внутренних дел при исполнении служебного долга, обретают особый смысл. Рядом с татами был расположен памятный мемориал, посвященный нашим землякам, погибшим во время выполнения боевых заданий. Состязания проходили в двух возрастных категориях – до 13 и до 15 лет. Всего участвовали около 300 юношей и девушек. До 13 лет правила более щадящие, исключены определенные рискованные броски, дышащие, болевые приемы. Здесь разрешены болевые приемы, разрешены практически весь спектр. За поединками спортсменов следили судьи, чтобы схватки проходили по всем правилам. Для победы ребятам нужно было провести несколько спаррингов. Если в весовых категориях больше шести человек, то олимпийская система. То есть до полуфинала, если человек проиграет, то он утешается. И если пять человек и меньше, то круговая система. Болельщики переживали и поддерживали своих ребят. Видные представляли воспитанники клуба «Орленок» и школы «Олимп» городского центра спорта. Арсений Сапин занимается дзюдо с трех лет. На домашних соревнованиях он занял первое место благодаря серьезной подготовке. Тренировки каждый день, понедельника по пятницу, даже есть суббота. Тренируют хорошо, мне нравятся. Опытные тренера дают хорошее физическое образование. Дзюдо я начал заниматься ровно девять лет назад. Ибо в этом спорте есть абсолютно все. Здесь нужно уметь ловить противника, уметь думать и применять силу. В этом спорте каждый найдет для себя что-то нужное. Поединки продолжались на протяжении всего дня. По итогам соревнований победители и призеры получили заслуженные кубки и медали. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.